Ребята, всем привет! Я Алиса. Сегодня у нас выходной. Мелеша не пошла в садик. И я решила записать вам нашу рутину. 24 часа с Мелешей. А еще у меня новость. Первый раз я снимаю на большую камеру. Так, зеркало. Я его протирала, протирала, но потом меня сбила Мелеша, и оно в пятнах. Можно сделать вот так. Нет, не делаем. Короче, на большую камеру я снимаю, чтобы было хорошее качество. А сейчас мы идем завтракать. Мелеша вот там смотрит планшет. Такое бывает очень редко, поэтому я думаю, день будет удачный. Мелеша, кушать! Что-то не хочет Мелеша завтракать. А зря, я заранее просну. Все приготовила. Это нет, это не приготовила. Это круассан из моей любимой кофейни с яйцом пашот. Только доставили. Я ждала доставочку. Вот такой аппетитный. У нас сегодня выходной, а по выходным я не готовлю. И Мелеша, конечно же, я приготовила сама рисовую кашку с большой ложкой. Обратите внимание, пластиковая тарелка и большая ложка. Это Мелеша любит. И чаечек, потому что у нас пустота. Посмотрите, просто все пусто. Кофемашину забрали. Всякие вот эти штучки, которые тут мне нравятся. Конечно, такой минимализм, но большинство вещей уже там, в нашей квартире. Забрали цветы, как вы видите, растения. Ну, диван еще тут, в принципе, и так. Мелешины закуски. И вот эти игрушки. Не знаю, тоже будем забирать. Пылесос, куклу. Мелеша испортила мои легендарные комодики. Вот смотрите, близко. Я уже не смогу на их фоне снимать, потому что плейдо засох. И у нас теперь ужас. В общем, просто трэш какой-то. Пятна. Возможно, это можно как-то перекрасить. Я пыталась отмыть салфеткой, но нет. Возможно, у нас в будущем будет кладовка, и мы это все уберем. Короче, минимализм. Эта квартира сейчас выглядит так, когда мы только въехали и снимали рум-тур. Мелеша, кушать! Мелеша, Мелеша, пойдем няма-няма! Хочу немного отойти от темы и рассказать про наш ремонт. Каждую неделю мы заказываем что-то для квартиры, а список покупок будто не заканчивается. Заметила, что сейчас выросли цены на мебель и технику. Не хотелось бы экономить на качестве и откладывать покупки на неопределенный срок. В таких случаях нас очень выручает кредитная СБР-карта с беспроцентным периодом 120 дней. Это очень удобно. Например, можно сделать покупку в марте, а погасить задолженность без процентов можно аж до конца июня. Это просто спасение для нас, тем более, что беспроцентный период обновляется каждый месяц вне зависимости от погашения долга. А ставка по карте фиксирована и известна вам заранее. Все максимально прозрачно. Кстати, кредитная СБР-карта выпускается и обслуживается совершенно бесплатно. Если у вас еще нет кредитной СБР-карты, можно прямо сейчас перейти по ссылке в описании и оформить ее. Милеша, давай кушать. Хотела вам подснять, как Мель идет. Доброе утречко! Милеша, ну спасибо, сразу леди. Ты кушать будешь? Ты будешь кушать? Да. Кушать кашку, кашку. Я показываю всегда Милеше. Будешь это кушать? Да. Да? Ну все. Ладно, садись в стульчик. Садись в стульчик. Милеш, ну подожди секунду. Вот как сложно снимать и ухаживать за ребенком одновременно. Вот так это все выглядит в реальной жизни. Я пока устанавливала камеру на столе. Да. Милеша учинила скандал. Вот она когда, знаете, позвали кушать, надо давать, а не свои блогерские штучки устраивать. Все, няма. И вот тебе стакан. Давай я с тобой сяду. Кушай. Так, чтобы всех было видно. Ты давай кушай, не балуйся, а то на камеру будет играться. Та-да! Милеша уже поцарапалась. Не знаю, видели вы или нет. Вчера мы были в гостях у Лизы и Назара. И у них она захватила, знаете, рекламку суши. Книжечки такие раздают. И пошли мы в пятерочку после них. Идем, что-то идем. За ручку она отказалась идти. Читает эту книжку и бум, поцарапалась немножко, короче, зацепилась за витрину. И не плакала, знаете, все было ок. Но потом смотрю на утро вот такая царапина. Как-то так. Так, коробочки. Мне так нравятся их. Прикольные. Вот так выглядит круассан. У меня какой-то мукбэнк. Я хотела вам показать, господи. Я хотела просто вам показать круассан, но он весь упал и вывернулся. Ну, я надеюсь, вы увидели. Зафокусировалась. Артем приедет и на монтаже посмотрит. Кстати, я не знаю, говорила я или нет, Артем уже поехал в квартиру перевозить вещи, которые я ему вчера собрала. Ну, наши. Мелешины, там уже одежду полностью очистили, гардеробную. И потом он еще будет собирать диван, мой туалетный столик с Мегамаркета. И приедет скоро за нами. Поэтому мы несколько часов с Мелем потущим, поиграем. Развивашки у нас по плану. Расскажу вам, кстати, Меля была уже у логопеда, в садик приходил. Мы попросили. То есть там по желанию может приходить в сад логопед и заниматься с детками. Так вот, она нам рассказала, потом перезвонила на следующий день и дала подробные инструкции. Это к тем комментариям, почему Мелеша плохо говорит. Я что-то тоже запереживала, поэтому решила. Как это кушать, я не знаю. Вообще это неэстетично. Этот пашот расплывается просто. Мель, смотри, какой пашот. Тебе нравится такая нямка? Курочку дать? Она его так потрогала. Давай я тебе дам курочку. Вот курочку Мелеша любит, да? Курицу. Нямака. Это помидор. Давай, брезгливый ты мой детеныш. Все, кушай как. Что такое, дочь? Ты мне дашь пока? А вообще, кстати, я все по-настоящему снимаю. При ребенке я редко ем, но в плане вдвоем. Потому что ей то подай, то ручку помой, то хочу твою еду, а мне свою, да? Порычи. Попугай, попугай зрителей. Ладно, кушай. Кстати, Мелешу похвалили в садике, что она кушает аккуратнее всех. Но я бы не поверила, она у нас дома даже бывает тарелку может уронить. Поэтому мы до сих пор нам подарили красивую стеклянную детскую посуду. Но Меля до сих пор ест именно с детских. Еще и желательно на присоске, чтобы не уронить. Да, моя карамелька? Тебе нравится кашка, которую мама готовила? Да, старалась. А еще я забыла вам сказать, что мы переезжаем через два дня. Все, все. Легендарный фон. Пока. И приятного аппетита всем, кто кушает. Мы сейчас позавтракаем и пойдем играть с Мелешей, да? А потом собирать. Дайте ваши комментарии. Воздушный поцелуйчик будешь слать? Всем воздушный поцелуйчик скажи. Пока, пока. Еще не пока, мы только кушаем, да? А скажи привет, привет. Ой, все, начинается, начинается. Ты на камеру? Дать камеру? Ты что, блогер? Дать. Вот, вот. Снимаю со стороны. У нас тут был небольшой скандальчик. Мелеша обиделась. Я не знаю, хотела показать вам ее стол, раковину. Сказать, что она немножечко там мусорит. И она обиделась на меня, расплакалась. Я прям в шоке была. Вон красное личико. Мель, ты обиделась на маму? Да. А будем мириться? Да. Ну, подходи, подходи, помиримся. Подходи, мириться будем, я жду. Давай, 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 помиримся, давай. Как мы миримся? Вот так? А поцеловаться? А целоваться будем? Так, не забирать. Целовать будешь маму? Ну, какую тебе камеру? Пойдем игрушки покажем. Пойдем играть. Быстрей, быстрей, быстрей. Развивашки. Вот они здесь. Вот, смотри, Мелеша. Открывай этот ящичек. Открывай. Кстати, очень плохо открываются эти ящики. Они чисто для декора. Но так как детская пока... Видите? Опять скандал. Вот, ногой приходится. Доставай ферму. Доставай, пойдем в спальню там. Я застелила кровать. Вот, у нас такая ферма есть. Ой! На. А вот, смотри, что у меня есть еще. Вот эти умные кружочки. Ой. Ляля. Да, да. Есть еще пазлы, но мы будем... А, хотя давай вот эти для малышей, а то тройные она еще бесится. Хотя даже эти пазлы 3+. Но это нам подарили. И возьмем такую говорящую книгу. Я вам, по-моему, не показывала. Очень классная книга. Все, пойдем, доча. Пойдем в спальню. Неси. Пойдем, пойдем. Мама-ка. Так, камеру не трогай. Принеси. Нет, нет. Принеси, пожалуйста, мне игрушки. Развивашки. Да. Да? Будем нести. Принеси. Все. Мы сейчас с тобой... Ставила все на место. Будем с тобой играть. Да, давай, неси, неси. Так, Милеша несет. Вот ферму принесла. Но мы начнем с пазлов. По поводу занятий. Почему мы решили обратиться к логопеду, чтобы она посмотрела уровень развития Милеши, соответствует ли он возрасту. И она сказала, что все хорошо, возрасту соответствует, что нам пока занятия точно не нужны. И знаете, что круто? Она не просто, знаете, позвала Милешу, и они там занимались в кабинете. Она пошла на прогулку, пообщалась с Милешей там. Попросила показать небо, попросила там показать предметы. Потом еще, то есть она ходила и наблюдала, и говорит, в дальнейшем буду тоже наблюдать. Но сказала, что ближе к трем. Если мы захотим, и так она не начнет активно говорить, то ближе к трем можно. А так она все понимает, и сказали, скоро заговорит. Давай сюда! Доченька, какие пока? Ты под лампой стоишь? Давай сюда книжку покажем. Пойдем, садись на кроватку с мамой. Давай. Милеш, садись к маме. Давай. Ты покажешь маме? Да, давай. Так, смотри, что мы будем. Давай мы будем звуки тела. Это говорящая книга. Так получилось, что нам ее отправили на обзор. Но что-то там не получилось. Но книга нам очень понравилась. Ее можно заказать на зон. Спинка. Где у Ляли животик? Нет, сначала ее нужно включить. А, книга, кстати, говорящая. Смотрите, она на USB. Мы ее ни разу еще не заряжали. Хоть пользуемся уже. Нормально. Вот так включается. Милеш, давай Лялю. Давай сначала. Вот она на камеру, видите. Я пытаюсь заниматься с Милешей дома, но у нее постоянно что-то не получается. Она психует. Психует, уходит, обижается. Да? Уходит, обижается. Короче, давай спинку. Нас не забанят. Милеш, давай. Где животик у Ляли? Нажимай кнопочку. Ты хочешь пазлы? Да. Ну, давай пособираем пазлы тогда. Вот, у нее игра собирать пазлы в коробку. Давай Лялю. Короче, вот. Мое тело. Мое тело. Вот, например, девочка, да? Локоть. Локоть. Привет, привет. Это рот. Рот. Ребенок нажимает. Брось. И так здесь есть что? Я кричу. А, это палец. Локоть. Мальчик ползает. Вот у него локоть. Привет, привет. Короче, эта говорящая книга помогает детям познавать мир. Вот это прям для малышиков. Смотрите, бытовые всякие. Микроволновочка, сковородочка, тарелка. О, ну электрочерк... Мама, Куба, Бага, Мау. Бага, Буга. Мама, Мау. Ты покажешь, как ты пазлы собираешь? Я хотела показать, какая ты молодец, но что-то она на камеру начинает. Вот, милешина. А где котик? Котика дай. Дай маме котика. Котика дай срочно. Котика. И лялю его. Котика. О, вот, смотрите, она собирает. Котик с лялей. Но проблема в том, что, видите, она знает, что это котик с ребенком. Милеш, ну тут не видно. Вот, она собрала, а никто даже не увидит. Это лампа. Вот, о. Ляля и кошечка. А это кто? Коко. Где ляля Коко? Ляля Курочки где? Может, тут? Ищи. А тут ее и нету. Сори. Неудача, Мель, простите. Нету Коко. А где корова Му? Корову Му дай маме. Му. Вот это, да? А где ее ляля? Молодец. Милюшенька моя девочка. Собирай здесь пазлик, собирай. Да. Ой, как, ой, даже получается. Ну, тут на кровати просто не твердо. Давай я помогу. Вот. Главное, чтобы у нее получалось. Потому что Меля прям обижается. Да. И котика собрала. Я бы похлопала, но у меня руки заняты. В общем, так мы занимаемся. Обычно это говорящая книга. Пазлы с животными. И вот эта большая ферма, но она еще... Здесь магниты с частями тела. Видите? Но она еще для Мелеши сложна. Типа вот коровка собери по частям. Курочку. Можно рисовать маркерами, мелками, чем хотите. Вот это тоже рекомендую. Мы с Вайлбери заказывали. Ты нашла Коко? Ой. Она... О! Мелеша, ты нашла? Я даже не увидела. Я искала белую курицу. А это же цыпленок, он желтый. Господи, ты прям умничка. А как мышка говорит? Я в шоке. Только я, видите, отошла. Отошла я. Сейчас, сейчас. Все, вот так делается эта дочь. Вот так. Только я отошла. Хотела отвлечься там на съемку. Уже начинать потихонечку собираться. Все. У нее не получается пазлы соединить. Истерь. Обними мамочку. Обнимешь маму? Му-му-му. Кошка делает. Мяу-мяу-мяу. Собака делает гав, 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 гав. Кто там дальше? Мышка делает. Пи-пи-пи-пи. А корова? Му-му-му. Му-му-му. Да. Ладненько, мы еще немножечко позанимаемся. Поедем собираться. Я вам покажу ремонт. Вы просто будете в шоке. Потому что там уже и диваны, и туалетный столик. Повесили люстры. Делали деревянную вставку. Короче, много всего изменилось. И через два дня мы реально переезжаем. Что? А еще гардеробную покажу, если Милень даст. Оставила вещи чисто первой необходимостью. Вот так. Мои, Артема, Мели. Тут Мели чисто в садик. И, в общем, все. Пи-пи-пи. Ой, мы приехали в нашу квартиру. Пи-пи. Пи-пи. Через два дня у нас переезд. И пока Милеша успоко... Милеш, пойдем покажем. Пока Меля успокоилась в хорошем настроении, я вам покажу, что изменилось. Во-первых, мы поубирали все. Установили уже картину. Мы вынесли с Артемом вчера, позавчера. Весь мусор. Все, что было. Меля, как видите, тут уже поцарапалась. Вся какая-то грязная. Потому что ела чак-чак, да? Короче, вот здесь изменения у нас в основном. Установили уже светильники. Вот это, как эту деревяшку называется, забыла. Шпон. Диван, посмотрите, какой удобный. Барашка подсвет, что ли, не похожа? Не знаю. В жизни не моргает. Не моргает. Диван, посмотрите, какой огромный. Милеш, тебе нравится диван? Да. Посмотрите, что делает Милеша. Хотела вам нажаловаться на нее. Она горку тащит. Вот эти углы еще закрывать нужно. В общем, хотела пожаловаться и посоветоваться. Мы после рождения Милеши уже сменили три квартиры. Сначала жили в Генжике, потом в Анапе. Помните, с той картины 18+. Потом в этой квартире, которая сейчас. И вот переезжаем в нашу. Так вот, Милеша сейчас думает, что она в гостях. Она немножечко здесь посидела, пока мы с Артемом раскладывали вещи. Она устроила дикие скандалы. Давай топа, топа, топа. Это значит домой. То есть, я не знаю, как ей объяснить, что она здесь живет. Сейчас-то мы поедем, конечно же, домой. Но через два дня мы уже здесь и останемся жить. Кто сталкивался с таким, как ваши дети переживают переезд? Потому что раньше она была маленькая и как-то без разницы. Сейчас уже стресс у ребенка. Да? И возвращаемся к ремонту. В общем, здесь мы уже все сделали. Цветок из дома. Точно, не все мы сделали. Тут еще будет золотая вставочка. Но уже светильники, диванчик. Мы вчера пригласили Лизу и Назара уже немножечко вечеринку. Сделали суши, пиццы, пленки. И смотрите, блогер подрастает. Мэтик. Да, да. Меля уже умудрилась поцарапаться где-то. Пальмочка наша домашняя. Так, да? Да. На кухне остров. Я вам показывала кухню. Многие писали непонятно там, что за кухня у вас. Вот, во-первых, остров. Здесь будет плита и вытяжка. Плита всего лишь двойная, маленькая, но поэтому нормально. Здесь я буду снимать какие-то рецепты. Вдруг на меня найдет вдохновение. Смелем. У меня есть идея купить растущий стульчик детский и смелем готовить. Здесь, а, столешница, столешница, как остров. Наконец-то нам ее сделали. Здесь, как вы видите, сняли фасады, потому что накосячили и будут переделывать. Минус, что мы будем жить неделю без кухни, это точно. Раковина вот, все литое. Нет, это все хорошо, конечно, но еще ни фартука, ни фартука еще нет, ни вот этого фасада, то есть ни плиты, ни духовки. У нас только посудомойка есть и холодос. Холодильник, кстати, мы уже даже подключили. И первую неделю будем жить без кухни. Вот это, конечно, неудобство, но главное, что переделать все без косяков. Завтра мы с Артемом установим люстру, но повесим вот эти блестяшки, потому что до этого не вешали, чтобы не запылить. А, и вот, вот, я сначала не поняла, что это такое. Это стеклянная дверца сюда, потому что без нее как-то смотрится не очень. А здесь можно ставить бокальчики какие-то, камин, включать его. Наконец-то я вам включу камин, дымный камин. Он безопасный для Милеши, я вам сразу говорю, он как увлажнитель. Пошел дымок, я вам обещала, уже три влога, наверное, вы снимали, не могли включить. Вчера Артем набрал воду. В общем, классно, мы даже когда включили этот камин, запах пошел, как в бане будет, реально. И для Милеши безопасно, потому что он как увлажнитель. Мель, только телефон мой не кидай. Пожалуйста, давайте дальше. Да, паровой камин. Уходим, уходим. Покажу вам спальню. Знаете, когда в этой квартире часто бываешь, уже ощущаешь ее своей и хочется переехать. Я уже, знаете, начинаю заметки кидать, корзину, вайлдберрис, что добавить. Туалетный столик. Туалетный столик, про который я вам рассказывала в Телеграм, который мы заказали на Мегамаркете. Но я выбрала немножечко другой, если вам интересно, ссылочку оставлю. Короче, продавец просто супер. Во-первых, мне нравится, ау, приятный золотой цвет. Он пришел прям цельный, Артем просто прикрутил ножки. А в-третьих, продавец положил в подарок чак-чак. Кто знает, что такое чак-чак? Это с медом такие палочки. И Милеша зашла в квартиру, хотела вкусняшки. Этот чак-чак нас просто спас. Просто так, кроватка, вы уже видели. Ну, гардеробная тут пока, да, покажем, Милеш? Покажем? Гардеробная тут пока немножечко захламление, ну, чтобы вы видели. А, вот, вот чак-чак, который нам положил продавец. Комодик, я ему отзыв даже написала, очень выручил. Ну, и сам комод классный. Гардеробную мы начинаем захламлять, пока перевозим вещи. Потом уже будем все распаковывать, снимать обустройство. Столько мелочей надо, знаете, для ложек, для вилок, всякие полотенца. Короче, много всего. Но будет много контента. И давайте в детскую Меля заглянем. Мель, давай на ручки пойдешь к маме? Пипи, нет? Милеш, веди нас к своей детской. Где твоя детская? Покажи. Пойдем, пойдем, пойдем. Заблокировала уже мне телефон. Сейчас Меля вас проведет. Меля! Милеша, приглашаешь наш в детскую, да? Нас. Дерево из дома. Мель заметила, я забыла сказать. В общем, у нас уже квартира, ну вы дома видели, пустая. Теперь заходим к Меле в детскую. Квартиру я уже показала. Посмотрите, какая шикарная. Здесь в коридоре еще пустовато. Тут, смотрите, просто можно в футбол играть. Ну, тут будут зеркала в пол, туалетный столик. Ну, сейчас, честно, не до этого. Мы пока покупаем вещи первой необходимости. Милеш, проведи нас в свою детскую комнатку. Проведи нас. Где у тебя детская комната? Заходи. Пойдемте, Милеша. Ты нас приглашаешь? Все, пойдемте. Единорога я уже показывала. А, я в телеграме показывала. Посмотрите, Артем заказал на Алиэкспрессе такого милого единорога. Ссылочкой могу поделиться, но он такой топовый. Милеш, покажи, что у тебя тут есть. Единорог, да? А где деньги? Покажи. Деньги. Где твои? Деньги. Где деньги? Деньги. Вот, деньги, правильно. Меля тут уже играет. Магазинчик. Ну, в общем, тут уже гуси, коляска Мелина старая. Она устроила скандал, захотела, чтобы мы ее распаковали. Хотя я уже ее хотела продавать. В общем, так и живем. Все, через два дня у нас переезд. Плюс день останется на уборку съемной квартиры. И вроде все. Мы уже все попылесосили, поубирали пыль с плентусов несколько дней подряд. А, туалетик вы, наверное, видели. Раковина, наконец-то. Так классно работает. Мне так нравится. Кстати, вот очень удобная раковина. Вода не разбрызкивается, как в круглых. То есть можно спокойно и мыть что-то, и руки, и удобно за ней ухаживать. Я прям довольна. Да, Мель? Да. А, зеркало еще. А, зеркало мы заказали на Мегамаркете. Здесь произошел косяк. С Алиэкспресса Артем заказывал две бражки вот эти, и одна пришла повреждена. Ну, не работает. А, понятное дело, мы подключили там через месяц после того, как она пришла. Ты уже не сделаешь жалобу. Ну, то есть возврат, придется заказывать новую. А, нет, починим, да, и все нормально. Вроде бы все. Поехали домой, Мель? Да. Да? А ты хочешь переезжать в эту квартиру? Будем здесь жить. У Мелеши из-за чак-чака этого, она ест, он липкий, по лицу обтирает, как этот грязный ребеночек. Да. Да. Все. Встретимся уже с вами дома, потому что уже мы пока Бра нам сегодня устанавливали, ждали вещи, перевезли. Уже позднее время. Да, все. Идем домой. Вроде вам все показало, ничего не забыла. Напишите, как вам наша квартира. Ну, мне прям нравится. После нашей даже съемной, да, приятно так заходить. Ну, ручки это мелочи. Шкаф я уже показывала. Большой, вместительный. А, наконец, да, вот эти ручки золотые будут. Вот так вот. Вот так, да? Ну, типа. Ниже. Откроем шкаф. Дай, дай, дай. Вставь туда. Вот так. Так, все. Короче, вот так будут ручки. Удобненько. Ну, такие минималистичные. Да, Мель? Все, Мель сейчас залезет в шкаф. В шкафу пока ничего нету. Но он вместительный. Наконец-то у нас будет много места для хранения вещей. Все, Милюш, одеваемся и едем домой. Нагулялись уже тут. Хорошее настроение. Как только камера включается, у Меля хорошее настроение. Мы перед сном приехали домой. Заметили, что у Мелеши стал насморк немножко появляться. Возможно, от меня. И отсасывали ей сопельки. Кто понял, тот понял. Дети очень не любят эту процедуру. Она вот прям расплакалась. Пришлось дать ей кашку, молочко на ночь, да, как Ляле. И все. Сейчас уже нормально. Все хорошо, доченька? Да. Обычно Мелеша засыпает в 22.00. Мы с Артемом где-то в 2.00. Поэтому я ее сейчас уложу и уйду. Не стоило бы, наверное, это говорить. Мелеша думает, что мы вместе засыпаем, да? Да. А можно тебя поцеловать? Да. А где болит у тебя? Обычно она показывает, типа, болит. И я ее зацеловаю. Да, мой муж, Алечка? Маши, всем пока. Спокойной ночи. Пока. Воздушный поцелуй пошлешь? С бутылкой. Всем пока. Спасибо, что посмотрели это видео. Мелеша, пора спать. А у меня наконец-то будет время для себя. Потому что день был насыщенный. Возможно, у Мелеши еще стресс после переезда. Так как она, ну знаете, мы еще на 2 квартиры живем. И сегодня как-то, да, устали. Поэтому всем приятных снов и спасибо за просмотр.